Чуть-чуть потерпеть. Выездные бригады медиков продолжают прививать работников белгородских предприятий. Сегодня это транспортная компания «Экотранс». Сотрудники понимают необходимость вакцинации, ведь создать коллективный иммунитет возможно только общими усилиями. Долго шла к этому решению, но, знаете, надо думать о будущем. Абсолютно не страшно, по-другому вообще не мыслю. Лучше быть здоровым, чем заболевшим. Ну, я считаю, должна быть ответственность и за себя, и за своих близких, и за коллектив, и вообще за общество. Поэтому, если будет массовая прививка, будет массовый иммунитет, поэтому каждый должен позаботиться о здоровье своих и своих близких. Перед тем, как сделать долгожданную прививку, медики заранее достают ампулу с вакцины и специальной сумки холодильника. Для разморозки требуется пять минут. За это время сотрудники измеряют температуру, кислород, осматривают горло. Если показатели в пределах нормы и нет противопоказаний, ставят прививку. Вакцина, в общем-то, беспроблемная. Это мы уже говорим, основываясь на нашем опыте, потому что прививаем уже несколько месяцев. Ну, те осложнения, которые мы видели, их даже трудно назвать осложнениями. Повышение температуры до 38 в первые сутки, как правило, в первые даже полсуток после момента вакцинации. Все остальное пациенты абсолютно трудоспособны, они не покидают рабочие места, сама прививалась. Никаких осложнений, никаких проблем. Работаем. Сотрудники «Экотранса» ежедневно в любую погоду очищают город от мусора. Николай Шейн, директор транспортной компании, уверяет, вакцинация нужна для того, чтобы его сотрудники и их родственники были здоровы. У нас порядка 600 человек уже переболело. У кого-то есть антитела. У тех, у кого нет антитела, они уже прививались и ранее прививались, и сегодня прививается массово уже. Сегодня уже сколько? Человек, наверное, 30 сегодня уже привилось. И я думаю, что больше будет. Сегодня нужно беречься, потому что идет третья волна, и возможно, что она будет еще гораздо жестче, чем раньше было. Вакцинироваться легко. В Белгороде 8 прививочных пунктов, 6 работают на базе городских поликлиник, еще 2 – полимедике и торговом центре «Мегагрин». Андрей Змеев, Дмитрий Ерема, БелгородМедиа.